привет друзья сегодня моя любимая тема заготовки наверное уже многие заметили что я часто замораживаю консервирую и сушу все это мне позволяет сэкономить время в будни а также сохранить урожай на долгие месяцы вперед каждую осень я люблю делать разнообразные мясные заготовки как же они меня выручают и сегодня я с вами хочу приготовить нежнейший и очень вкусный паштет в банках для этого мне потребуется 1 килограмм 500 грамм куриной печени взять в принципе печень можно брать любую много-много специй 300 грамм моркови 300 грамм репчатого лука и две пачки сливочного масла вес одной пачки 180 грамм ну что друзья давайте начнем приготовление для начала я на крупной терке натираю морковь средним кубиком нарезаю репчатый лук далее беру большую сковородку у меня конечно же моя любимая сковорода вог в сковороду я отправляю 100 грамм сливочного масла далее сюда добавляю репчатый лук и помешивая буду обжаривать до прозрачности как только лук станет прозрачным я сюда добавляю морковь овощи хорошо перемешаю и буду обжаривать их в течение пяти минут друзья овощи и печень я обжариваю отдельно знаю что многие обжаривают все вместе но мне нравится паштет именно когда все обжарено по отдельности далее на сковородку добавляю 80 грамм растительного масла сюда же отправляю подготовленную печень обжариваю печень помешивая на сильном нагреве плиты в течение 10 минут этого будет достаточно далее подготовленную печень снимаю с плиты сковородку ставлю на стол и сюда же отправляю подготовленные овощи далее начинаю добавлять специи добавляю одну столовую ложку сладкой молотой паприки одну чайную ложку мускатного ореха пол чайной ложки черного молотого перца одну чайную ложку сахара без горки и полторы чайные ложки соли друзья соль рекомендую добавлять по своему вкусу кто-то любит чуть больше соленая кто-то вообще мало солит все хорошо перемешиваю и горячую печень с овощами начинаю измельчать при помощи блендера друзья если у вас нет блендера воспользуйтесь мясорубкой но тогда рекомендую овощи с печенью прокрутить через мясорубку два раза в итоге паштет у вас получится очень очень нежной ну что друзья печень я уже измельчила с овощами и сюда добавляю вторую пачку сливочного масла вес пачки 180 грамм хорошо все перемешаю в итоге получаю очень нежный воздушный сливочный паштет друзья какая это вкуснятина вот сейчас прям возьму и намажу на кусочек хлеба также для приготовления мне потребуются банки и крышки сегодня паштет я буду готовить в автоклаве юпитер сам автоклав выполнен из медицинской нержавеющей стали так что он не заржавеет и прослужит вам очень долго автоклав абсолютно безопасен и готовить в нем одно удовольствие можно готовить не только паштет а еще мясную и рыбную тушенку овощи салаты гуляш и варенье так что друзья давайте начнем готовить готовить в автоклаве можно как на пару так и на воде а крышки использовать твист или с к о прижимные кассеты для крышек с к о можно купить сразу с автоклавом в комплекте так и потом отдельно заказать также вы можете выбрать автоклав от 14 до 50 литров самый маленький до 10 банок 0 5 самый большой до 35 банок по 0 5 литра но я считаю что автоклав на 23 литра и 15 банок самый оптимальный на крышке установлен манометр для измерения давления также имеется защитный клапан который будет контролировать давление в баке и сбрасывать излишки также есть обратный клапан против вакуума болты приварены сразу к баку поэтому здесь все прочно установлен кран для слива воды актуален при режиме на воде есть друзья и термометр который контролирует температуру в баке также под крышку помещается силиконовая прокладка которая устойчивая к высоким температурам дно усилена крестовиной чтобы при нагреве не выгибала дно яйцо фальш дно помещаю в бак автоклава и подготавливаю банки друзья вы наверное все заметили что сегодня у меня готовят на кухне муж моя в роли оператора банки он заполнил паштетом до самого верха теперь плотно герметично закрывает крышки готовить мы сегодня будем паштет на пару банки помещаем в бак автоклава и вливаем сюда 1 литр воды вода у меня комнатной температуры устанавливаем крышку и закручиваем ее рым гайками делается это очень легко от руки ну что друзья конструкция здесь надежная а также с помощью шланга необходимо соединить клапан автоматического сброса давления с любой емкостью у меня это банка с водой во время работы через шланг будет стравливаться лишнее давление в виде горячего пара далее в гильзу термометра наливаем масло можно использовать любое чтобы термометр плавал в масле и были корректными показания после приготовления гильзу обязательно промываем чтобы масло там не засохло устанавливаем термометр и его включаем кран на крышке открыт при достижении температуры 95 градусов кран закрываем далее достигаем температуры 120 градусов и убавляем нагрев плиты наполовину чтобы температура поддерживалась следим за температурой и будем готовить паштет при температуре 120 градусов 30 минут этого будет достаточно паштет получится великолепный нежный вкусный и аппетитный через 30 минут автоклав я снимаю с плиты и даю ему полностью остыть а далее достаю баночки с нежнейшим и аппетитным паштетом как же мне он нравится особенно с маринованными огурчиками друзья если вам понравился сегодняшний рецепт ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое интересное видео а также готовьте как я готовьте лучше меня а кого заинтересовал автоклав юпитер ссылочку я оставлю под видео всем пока пока пока